Добрый день, это программа «Парадокс», я ведущий Степан Димура. Телефон студии 6510-996, код города 495, звоните, задайте вопросы. У нас в студии сегодня Геннадий Владимирович Гудков, независимый политик. Тему вот он выбрал «Русь туземная». Я сразу пошутил, что Геннадий Владимирович... — Мел неосторожность написать заметочку. Я сразу рассмеялся и спросил Геннадия Владимировича, он нам расскажет, что мы все-таки хазарский каганат с 17-го года. Ну вот это откровение будет. Ну а если серьезно? — Хуже. — Хуже. Ну хорошо, сырьевая колония под местным управлением. — Такая сырьевая, что там дальше уже некуда. Даже уже не верхняя вольта с ракетами, а что там добывающая. Какая-нибудь там, даже не Нигерия, что там добывает и ракеты еще есть поставить. — Ну, грубо говоря, страна с одним большим котлованом. — Ну да, что-то наподобие. Вот мне подсказывают, что можно снять наушники, да? — Нет. — Или наоборот одеть? — А, наоборот. — Да, чтобы микрофон был. — А, вот, видите. Оказывается, я более свободен, чем ведущий. — Ну, я на работе. — На работе. — Независимая политика. — А я гость и независимая политика. — Учтите, что от меня все-таки что-то зависит. — Поэтому я независим. — Поэтому что, ну, вот я пришел в Думу, зашел к депутатам, поговорил, там, кофейку попили. Один мне товарищ, там есть у них проблема, они там занимаются серьезной эффективностью таможенных поступлений. Он говорит, на, посмотри справочку. — Я справочку посмотрел, она меня поразила. Я и раньше это знал, но когда ты получаешь вот такую концентрированную справку по ситуации с экспортом, с импортом, ну, в общем-то, по большому счету, как говорится, все, приплыли. Я посмотрел и понял, что все наше благополучие, все то, на чем мы живем, покупаем все эти машины, ковры, ипотеки берем и так далее, все это на честном слове. Просто это завтра может рухнуть в один день, потому что все делится даже не на природных ресурсах, даже не на объеме добычи, даже не на объеме экспорта. Все это держится только на одном показателе — конъюнктурной цене. Вот мы завтра будем продавать то же количество нефть, то же количество газа, то же количество там леса и так далее, а будем получать в три раза меньше или в два раза меньше. Все, катастрофа. У России больше нет иных источников дохода, кроме сырьевых составляющих. — Дохода в валюте, вы имеете в виду? Валютных доходов. — Извините, мы удачно меняем наше сырье на их товары широкого употребления. Откуда деньги-то берем? Посмотрите, в студии есть что-нибудь здесь, произведенное отечественными заводами, фабриками? — Стакан, может быть, и то сомневаюсь. — Я и то сомневаюсь. Ну, может быть, стакан. На нас что одето? Во что мы обуты? И то продовольствие-то сейчас уже и то, там 30-40-50% покупаем, а то и больше. То есть, едим импортные, лечимся импортными лекарствами, покупаем шерпотреб, компьютеры, мониторы, телевизоры, носки, трусы, часы импортные. — Дома строим на импортной территории. — Нам что, за рубль деревянный их будут давать? Нет, нам будут давать только за твердейшую валюту, за доллар, за евро и так далее. Значит, мы их должны заработать. Как? Продавать нашу нефть. Она завтра будет стоить 60 долларов. Привет. Привет стране. Опять стали на коленке, побежали ломать шапку перед дядями, которых мы сейчас ругаем, надуваем щеки. Говорим, мы такие же равны, равновеликие с вами встанем. У нас щеки прям аж до ушей, так сказать. — Из-за зонтика видно. — Да, да, и будем у них просить милостыню, и хорошо, если дадут. Вот, собственно говоря. Поэтому я и цифры привел в своем этом, вот взял и посмотрел, что творится. 11-й год, но я посмотрел 12-й, там еще хуже. 12-й год отличается от 11-й тем, что стало еще хуже на 1%. Вот 11-й год, экспорт 516, сейчас 524, ну, не бог весть, какое увлечение. 93,3-х экспорт — это сырье и материалы. Нефть, нефтепродукты 62%, газ — 11,2%. Ну, примерно тоже сейчас, там 62,8. Там такие же цифры. Газ, просто здесь справку удобнее читать. Газ — 11,2. Черные металлы и полуфабрикаты, ну, то бишь, то же самое. С литками экспортируем 10,2%. Удобрения — 3,6. Уголь каменный — 2%. Лесоматериалы, алюминий, никель, руды, концентраты и прочее, 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 прочее. Всякие металлы — 4,3%. И что мы производим, на самом деле, из того, чем мы могли бы им гордиться? Это 2,3% — это экспорт оружия. Ну, слава богу, мы еще не проели все запасы и резервы 90-х годов, 80-х, 90-х годов. Вот этот Искандер, которым там мы пугаем. Я помню, еще младым лейтенантом мы его охраняли, эту тему, работая в органах госбезопасности. И 4,4% — все остальное. Вот там, не знаю. Причем, обратите внимание, ладно, мы там экспортировали в Германию или в Соединенные Штаты Америки, но мы же даже на Украину, в Казахстан, какие-то иные наши бывшие братские республики уже ничего готовы-то не экспортировать. Вот что страшное. А импорт теперь посмотрим. Импорт — 305 миллиардов по 2011 году, там чуть побольше, по 2012. Ну, в принципе, то же самое. Там увеличение несущественное. Товарная номенклатура Росстат дает. Машины, оборудование, транспортные средства, в общем, то, что оборудование — 62,4%. — А что вот в эти категории входит, кстати? Сейчас посмотрю. Станки, оборудование. — То есть у нас, получается, реиндустриализация идет? Станки покупаем. — У нас деградация, реиндустриализация. Уже окончательная деградация, реиндустриализация. Дальше 64% оборудования, станков, машин и так далее. Легковые машины — 82%. Продовольствие — 7,9%. Это в общем объеме экспорта. А в долях, если мы возьмем, еще давно закон валяется, в Госдуме так и не принимается, отклоняется негодованием правящим большинством о продовольственной безопасности. Там ситуация хреновейшая. От 30-40% в среднем, а так до 60-70% по важным компонентам питания мы ввозим. Мы ничего не производим. — Ну, в том числе и про генетический материал для куриц. — Что с нами воевать? Нам лекарства? — Да. — Прикрыт. — И продовольствие. — Но у нас же лекарства сейчас тоже, знаете, какие? Кто у нас там... — Я про них скажу. Продовольствие — 7,9%. Черные металлы, трубы, но я пошутил, что надо с Украины. Они поняли, что больше никуда их не продадут. 6,6%. Вот, пожалуйста, лекарственные средства и антибиотики. 4,7% — это общего объема экспорта, импорта в 305 миллиардов. Праличная цифра. Одежда, обувь, ткани, волокно и так далее. Шерпотреб. 4,2%. Нефтепродукты. Ну, наверное... — Но это в долларах все. — Реэкспорт. Нет, это в процентах от общего импорта. — В долларах. — В долларах. — Угу. — Ну, кто же в рублях считает? Деваетесь, что ли? — Нет, я имел в виду... — Серьезные люди, банки. Кто же там будет в рублях считать? Нефтепродукты. Это же только у нас наши кремлевские и белодомовские мечтатели говорят, мы сделаем рубли с зерной валютой. Ну, с какого бодуна-то? Вот они так сказали, не знаю. Нефтепродукты 2,7%. Ну, это, наверное, реэкспорт. Наверное, Казахстан... — Это бензин. — Нет, нефть... Ну, может быть. — Это бензин. — Ну, скорее всего, реэкспорт, да. Автомобили грузовые — 1,5% в общем объеме импорта. Мебель — 1,3% и прочее — 0,5%. То есть, по сути дела, чисто обмен вашей бусы на нашу пушнину. Вот туземная Русь, почему я с горечью написал, потому что все, вот нам осталось только бусы привозить, вот ножики пирочины, чтобы они блестели, игрушки елочные. Ну, вот знаете, для дикарей, что возят, да, вот, никогда не видел, да. Отдам трех соболей, только дайте мне эту игрушку. Вот примерно такой страной мы становимся. И все наше благополучие — это дутый конъюнктурный пузырь. Вот просто вздумайтесь, что доля доходов... — Я об этом давно говорил. — Доля, да, я знаю, что все говорят. Просто вдумайтесь, радиослушатели. Доля доходов бюджета России, вот, от того, что мы продаем наши ресурсы, доля доходов, которая потом распределяется на социальные программы, на детей, на инвалидов и так далее, 60%. 60% доходов бюджет получает от экспорта. От экспорта — это прямые только доходы. А есть косвенные. Работают предприятия, допустим, в Тюмени, оно там налоги платит. Работает предприятие где-нибудь там на Колыме, налоги платит. Работают там дерево перерабатывающие комбинаты, где-то там, неважно, или бумага, какой-нибудь целый лозный комбинат, но там доходы, налоги платят. Но при этом же эти же комбинаты еще и прибыль за границу уводят. Она же не остается в России. Многие сейчас выводят. А что ж? Бегство капитала брелона с характером паники уже, такой панического бегства. Это уже не вывод капитала, это даже уже там не... Бегство. Вывод капитала, который там по Марксу, в отличие от экспорта товара, имеет особое значение. Когда страна богатеет и начинает все скупать вокруг себя. А это бегут капиталы, потому что предприниматели не верят страну. Они понимают, что рано или поздно вот эта вся парковая бочка грохнет. Что все это вот наше благополучие, все это поднимание с колен, это фикция. Что завтра будет очень фигово. Народ подымется. Потребует не только хлеба и зрелищ, но и чего-то другого. А этого не будет. Ни хлеба не будет, ни зрелищ, ни каких-то иных там. И начнется здесь пламя очередного бунта, бессмысленного и жестокого. Или какой-нибудь там еще похуже, бучи. И что делают предприниматели? Даже мелкие, но они давно уже делают. Они выводят небольшую денежку туда. Что-то покупают, какой-то домик для семьи, какую-то там площадочку, чтобы, извините за выражение, свалить. Чтобы никак в 17-м году, когда там наши дворяне-офицеры облепляли пароход, как пчелы и улей. Или там пчелы соты в улях. Кто-то падал, кто-то не падал. Ну, в общем, короче говоря, тут они были миллиардерами, а там они стали швейцарами в гостинице. Поэтому бегство идет капитала. И совершенно четко, что это абсолютный результат бездарного хозяйственного управления страной, страной действующей власти. Не смей не власть. Все, привет семье. Ждите, когда все это грохнется и накроется медным тазом. И кое-чем похуже. Ну, а как вы ее смеете? И, скажем так, а кто придет на смену? Дело в том, что Россия чрезвычайно богатая государство. Если бы власть, программа выполнена минимумом, не мешала бы, просто не мешала бы, страна бы уже успешно развивалась. Вот дикое вмешательство чиновников во все процессы, понятно, с какой целью, откатить, урвать, ограбить. Если бы не мешало, государство уже развелось. А если бы еще и помогало, мы бы сейчас были бы одной из самых передовых, зажиточных стран Европы. Геннадий, мы должны порваться на вас на перерыв. Снова в эфире программа «Продокс». С вами ведущий Степан Димур. У нас гостя Геннадий Владимирович Гудков. Независий политик. И рассуждаем мы о судьбах экономики и страны. Если вдруг упадет нефть. Да, Геннадий Владимирович, пожалуйста, продолжайте. Ну, она, во-первых, уже потихонечку падает. Но она не растет, это уже страшно. Ну, как минимум, не растет, да. Это значит... А наша, с учетом растущих аппетитов наших жуликов и воров, конечно, денег не хватает, поэтому все больше и больше изымается из экономики. И, естественно, все это сказывается на темпах развития. Но увидишь, что темпы развития падают, да? Если брать честную статистику, они нулевые. А, скорее всего, даже отрицательные. Потому что у нас инфляция рассчитывается 6%, на самом деле она значительно больше. Вот поэтому и обман даже здесь, в темпах роста. Но не в этом дело. Гудков все, скажет, критикует, критикует. Мы это и так знаем, а что он предлагает? Я давно предлагаю, чтобы ключевой бедой России на протяжении последних нескольких столетий является единоличная система управления страной. Вот когда власть концентрируется в руках либо одного, либо небольшой группы людей, которые закрыты от критики, закрыты от смены власти и так далее. И образуются там такие вещи, как массовая коррупция, полный беспредел, превращение правоохрану в охрану, собственно, вот этой кучки людей там. Она может быть больше, может быть меньше. То есть сегодня власть в стране захвачена чиновниками, которые обратили эту форму управления на свое обогащение. Что нужно сделать? Нужно, безусловно, власть менять. Не только власть, менять саму систему управления страной, делать ее современной. Это лучший вариант, это парламентская республика. Лучший вариант парламентской республики. Быстрее всего темпы роста могут быть. Быстрее всего будет расти уровень благосостояния. Потому что парламентская республика предусматривает очень большую динамику и очень жесткий контроль за властью как таковой и со стороны общества, и со стороны парламента. Значит, нужно разделять власть, делать власть исполнительную, четко, власть законодательную с полномочиями жесткими контроля, потому что они представляют народ, представительные власти, делать абсолютно независимый механизм формирования судейского корпуса, которая действительно должна будет судить по закону, а не по заказу или по каким-то иным критериям, ну там, тому же прескуранту. И это можно достичь через смену сейчас избирательного законодательства, перевыбора парламента. Обязательно ему надо менять эту гусдуру, она действительно совсем, по-моему, выжила из ума, вот, своими репрессивными законами, и проводить политические реформы. Без этого мы обречены на тяжкие страдания, потерю, вполне возможно, государственной самостоятельности, суверенитета и даже территориального распада, не дай бог. Мы уже с вами в 1991 году с нами это все уже при этой системе координат управления произошло. Нам нужно нормальный менеджмент стране нужно, все, больше ничего не нужно. Во-первых, ничего не изменилось, во-вторых, я вам возражу, что это в принципе невозможно. Что значит в принципе невозможно? Вот это, приготовьте белые тапочки, если невозможно. Ну а как-то возможно? Не могут пригодиться в определенный момент. Ну иди руку. Подождите, вся Европа, это сделано. В Соединенных Штатах Америки, это сделано. В Канаде, в Японии, в Южной Корее, в ряде страны, Африка, Азия, это сделано. В Индии. Почему мы-то, мы что, дебилы, что ли? Или абсолютно невменяемые, или у нас осталось действительно уже там люди без мозгов, а остальные с мозгами уехали, что ли, из страны? Конечно, мы свою элиту пускали под нож несколько раз, но все равно она восстанавливается хоть в какой-то степени. Почему мы-то ничего не можем сделать? Что здесь сложного? Ну потому что пока никто ничего не делает. Я-то делаю. Ну вот вы что-то делаете. И не только я. Много таких людей, которые понимают, что система единоличной власти это крест, стыд, позор и проклятие России. Ну смотрите. Системы единоличной власти, стыд, позор, крест и проклятие России. А кто еще это делает? Намотают себе на узко. А кто еще это делает? Вот смотрите. Да многие. Ну кто? Огромное число людей в элитах понимают это и делают. Огромное число людей в оппозиции сошлись на мысли, что наилучшая форма правления, для этого нужно проводить конституционную реформу, это республика, при которой власть оказывается сменяемой и быстрой, и подконтрольной. А посмотрите, в Италии кризисы правительственные. А что это мы туда летаем отдыхать? Что это мы туда ездим на шоппинге? Что это мы туда детей своих посылаем? Что это мы там, так сказать, любим так-так бывать в Италии? Ну у них же плашные кризисы. То кризис, то там Берлускон ничего не творил, то это еще, то правительство ушло в отставку, то выборы какие-то досрочные. Власть не только не мешает стране развиваться, она еще и помогает. А если мешает, или начинает... Ну они попытались помешать, и ее скинули. Во Франции, пожалуйста, там президентская республика с широкими элементами парламентской республики. Действующий президент идет на выборы и проигрывает, ядренный корень. В самый последний момент выясняет, что Алланд набирает больше голосов оппозиции. Вот нормальная страна. Да в Грузии Саакашвили ушло тоже чисто. В Грузии, ладно, там американцы помогали, давили, так вот, наверное, Саакашвили пошел традиционному советскому, там, российско-Ивангрозновскому пути. Но на самом деле, американцы, конечно, там сыграли роль такого стабилизирующего факта, чтобы Саакашвили ничего не делал резкого. А вообще-то все остальные страны это же сделали. Везде нормальная система управления, везде разделенная власть, везде независимая судебная система, везде механизмы жесточайшего парламентского гражданского медийного контроля. У нас ничего нет. У нас вот сейчас какие-то миллиарды, давайте, говорят, мы будем всех чиновников тестировать на полиграфии. Я смотрю, так и страна дураков, для дураков, которым управляют какие-то придурки. Но придурки в каком смысле? Они просто бесовестные, они не придурки, они по-наглому просто эксплуатируют народ и природные богатства страны. А придурки мы их можем назвать смело потому, что они идиотские формы, как предлагает народ, ну, народ эту лапшу на ушах носит. Давайте миллиард, говорят, мы всех чиновников проверим на полиграфии. Кто? Сами чиновники. А как будете выносить вердикты? Ну, соберемся, чиновники, решим, кто там, Вася доносит нам эту норму прибыли, не доносит. Если не доносит, то вон отсюда. Пчелы против меда. Пчелы против меда. И вот народ ходит с утра до ночи весь в лапше и продолжает ее покорно носить. А система очень простая, вопрос очень простой, банально простой. Если в России будет нормальная система управления страной, расцветет страна в ближайшие несколько лет. Просто вот это будет совершенно другая жизнь. Ну, как вот можно строить что-то в стране, где половина денег всех разворовывают. Ну, не половину, а больше, я думаю, больше. А, ну, в этом смысле вы больше. Возьмите олимпийскую стройку. Хорошо, как минимум половину. Как минимум половину разворовываются. Ну, значит, могли две школы построить, построили одну. Могли три тротуара заасфальтировать, заасфальтировали один или вообще ничего. Помните, как в анекдоте? Американец говорит, вот видишь мост? Вот я 10% отсюда получил, он тебя на этот день угощает. Приезжает к русскому. Говорит, вот видишь мост? Говорит, нет, нифига не вижу. Вот, говорит, на эти деньги я тебя и угощаю. Вот так и у нас. Ну, это понятно. А вопрос, вот смотрите, переход из состояния А в состояние Б, как вы видите? Два пути. Либо эволюционный, договориться с Путиным и его окружением. Это невозможно, я объясню, почему. Ну, значит, невозможно, значит, революционный путь второй остается. Ну, что там? Либо эволюция, либо эволюция. Пусть выбирают все. Каждый выбирает для себя женщину религию, корону, там, дьяволу, служителей, как там, ОМОНу. Ну, короче, каждый выбирает по себе. Я предлагаю власти эволюционный путь всегда. Эволюция всегда лучше революции, но революция это тоже не ругательное слово. Помните, как писал Маяковский там про капитализм? Там, одрехлел, ожирел, встал у истории на пути. Его не объехать, не обойти, единственный выход взорвать. Ну, извините, если нет другого выхода. К сожалению. Вот, поэтому лучше худой мир, чем очень добрые ссоры. А то, что ссора начнется, вот вам, пожалуйста, я вам примеры покажу. Чисто сырьевая страна, абсолютно. Вот, опять-таки, лапша на уши с ВТО. Вот, а нахрена нам ВТО? Вот, мне этого никто объяснил. Чтобы регулировать продажу оружия, не регулировать. Чтобы регулировать продажу 4,4% остального импорта, 94% импорта, экспорт. А вот его зачем? Смотрите, я вам объясню, зачем это. 94% сырье. Оно не регулируется нормой. Все очень просто. Сейчас не самое легкое положение в экономиках на Западе. Нам бы такое не самое легкое. Ну, там все только начинается. Поэтому нужно додавить и выжать из российских рынков все. Советскую пропаганду. У них кризис, мировой империализм, кризис неизбежен. Вот признаки такие, признаки такие. Они, блин, развиваются, развиваются, развиваются. Конечно, у них есть проблемы. Конечно, у них есть... Главное, меня неправильно поняли. Позвольте мне закончить. Да, извините. Пришел в гости хозяину сказать не даю. Да, примерно так. Как тут ко мне приходил... Кто же там Милов и начал как на болотном дискутировать? Говорю, голубчик, мы не на болотном. Согласен. Поэтому, в принципе, что ВТО? ВТО в конце, в конце, в конце, оно полностью добивает отечественного производителя. Ну, да. И все те... Неконкурентоспособного из-за тиновников. Из-за налогоомложения, из-за ставки финансирования. Из-за плохого управления. Элементарно. И ворабатывая. Да, в конце концов, оно полностью добивает его место. Остаток того места, которое было на рынке, занимает иностранный производитель. Они часто заняли. Я же читаю вам импорт. Они его займут до конца. Они его просто займут до конца. Вот и все. В общем-то, вся идея. Ну, сами подумайте. Восемнадцать лет... Я не думаю, что из-за этого. Ведь наши сами... Восемнадцать лет нас не пускали в ВТО. Наши сами как маньяки рвались туда. У них заказ был, приказ? У них ни заказ, ни приказ. У них пунктик. Знаете, вот они там в девяностых годах думали, что это выгодно. А через восемнадцать лет, когда уже было невыгодно, даже смешно и стыдно, они вступили. Потому что невозможно отступать и признавать ошибки. То есть, эмоциональный момент. Это, то есть, как со временем и с ноль промилле? Да, да. Царь никогда не ошибается, конечно. Фух, как очевидно. Работают эмоции. Вы как человек, который в этой системе... Здраво и по-трезвому не объясните. Девяносто четыре процента экспорта сырье. Не регламентируется норма ВТО. Чего мы туда полезли? Ну, нам впаривали, что металлургам будет хорошо. Так металлурги квоты не выбирают. Металлурги? Сейчас посмотрим про металлургов. Ну да, десять процентов экспорта металлургов. Ну, может быть, десять процентов... А не квоты все равно не выбирают. Может быть, они что-то и выиграют. Может быть. А может и нет. А не квоты не выбирают, а ничего не выигрывают. Ну, тем более. Поэтому я думаю, что, конечно, власть совершает одну чудовищную ошибку за другой. Мне кажется, что им уже все равно. Они уже понимают, что они ничего не решат, ничего не изменят. Запасы реформаторские сяк. Ни инновации ничего не сделать не могут. Они просто тянут время. Вот потому что каждый день приносит нашей власти миллиард долларов. По оценкам экспертов. Ну, злые языки экспертов. Сошлись, что примерно... По оценке 250-300 миллиардов в год. Ну, вот... Да, миллиард в день. Ну, миллиард в день? Да. Ярд в день в карман. А что? Есть за что бороться. Да. Ну, у нас есть телефон-звонок. Добрый день, Виктор. Сейчас. Девай наушники. Геннадий Владимирович, ну, честно сказать, вы вызываете у меня восхищение уже очень-очень много лет. Я думаю, что... Я сейчас растаю, как мороженое от комплимента. Это нарастает. Дело в том, проблема. Вы говорите совершенно справедливые вещи. О том, что народ безмолвствует, спит и так далее, и так далее. Вы прекрасно знаете... Ну, его вгоняет в такой ступор. Его вгоняют зомбо-ящиками и тем прочим. Уникально. Виктор, 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 Виктор. Мы сейчас уйдем на новостной перерыв. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Мы снова в эфире. Программа «Парадокс». С вами Степан Демура. У нас гостя Геннадий Владимирович Гудков. И разговариваем мы об экономике и политической ситуации в стране. Да, Виктор, пожалуйста, продолжайте. Возвращаюсь и к такой теме. Геннадий Владимирович, вам известно, что Россия находится в уникальном положении. То есть ждать каких-то чудесных преобразований, что народ проснется и так далее. Просто не следует. Не нужно быть тоже наивным человеком. Прекрасно понимаете, что страна находится в ловушке так называемой бедности. Об этом уже сотни диссертаций написано, в том числе и российскими молодыми странами. Хорошо, задавайте вопросы, а то тут время дорого эфирное. Да, все это написано. Значит, нужны способы такие, чтобы построить такую модель, которая бы оказывала такое мягкое интеллектуальное давление. Вот, например, Стиглиц, Йозеф Стиглиц, Павриат Нобелевский премьер. Вы же знаете, его так называют, и Николаевич, и неравенство. Вы же владеете английским языком. Так, при воспоминании о Джоне Стиглице у меня пропадает вообще желание слушать вас дальше. Но я вас буду слушать. Да. Он говорит о неравенстве, о тех вот вещах. То есть мир уже разрывается. То есть давайте возьмем эту информацию, которая весь мир уже кипит. Понятно, Виктор. Я с вами согласен лишь частично. Отвечая на ваш вопрос, на ваше короткое, но правильное и искреннее выступление, отвечаю в следующем. Прежде чем на Западе говорят о стыде совести и так далее, они организовали такой жесткий контроль за властью, что уже вот эти моральные факторы начинают играть очень важную, а иногда даже доминирующую роль. Я же вам напомню нашу классику. Вы мне напомнили одного деятеля, я вам напомню другого. Был такой у нас баснописец Крылов, Александр Сергеевич, по-моему, тоже звали. Вот тоже с памяти был. Да, что-то у меня с памяти моей стало. Но неважно, баснописец Крылов, который, помните, в басне описывает, как там повар увещевает кота, который съел мясо из котла. И вот он его и так, и так, и каким он должен быть высокоморальным. А Васька слушает, да ест. Вот при сегодняшней организации власти, при невозможности призвать чиновников к ответу, при невозможности запретить им воровать, они будут напоминать вот этого кота Ваську. Вы будете им говорить о самых высоких помыслах, о самых важных вещах, о самых лучших образцах моральной нравственности. Они будут продолжать жрать. Они будут продолжать воровать. Они будут продолжать откатывать, распиливать, заносить и так далее. И ваша мораль хороша только, ну, вернее, мораль общечеловеческая хороша тогда, когда она опирается на жесткую систему контроля. На Маузер? Нет, не обязательно на Маузер. Она опирается на народный контроль. Вот в Финляндии, допустим, там 5 миллионов человек или 7 миллионов человек. Они все 7 миллионов, контролеры власти. В Швеции там 10 миллионов или 12. Они все контролируют власть. Все. Если бы мы ввели систему механизма контроля, которая во всем мире используется, у нас было бы 140 миллионов добровольных контролеров. Попробуй, там мышь не проскочит. Украсть можно, воспользоваться нельзя. Поэтому все это опирается на очень четко отлаженную систему и законодательства, и разделение полномочий, то, что закладывается в Конституциях, и независимые судебные системы, и гражданское общество, и механизмы честных свободных выборов, и роль средств массовой информации гораздо более мощной и влиятельной, нежели, к сожалению, в нашей стране, где основные СМИ находятся под жесточайшим контролем. Вот я сейчас обращусь, пользуюсь радиоэфиром. Дорогие товарищи в Кремле, а вам не стыдно, что на ваших центральных, подконтрольных вам каналах, которые вы называете почему-то иногда общенациональными, они ваши, вещают только ваши журналисты, выступают только ваши политические деятели, что вы туда не пускаете оппозицию, вы не даете трибуну, вы оппозицию там маскируете всякими жириновскими и им подобными. По-моему, вы сделали ошибку. Вы сказали, а вам не стыдно. А вот я хочу проверить, будет работать. Вы приватизировали телевидение, используете как инструмент оголтелой пропаганды и клеветы лжи. Вам не стыдно, дорогие товарищи, в Кремле так поступать? Стыд бывает, когда есть чувство совести. Вот и проверим заодно. Может быть, отыкнутся. Могу усаскать, нет. Владимир Владимирович, извини, вот мы тут подумали, твои слова услышали. Нам их спечатали, доложили. И вот мы решили, да. Песков побежит докладывать. Нельзя так нагло приватизировать. А по-другому как? Ну, если вот серьезно, по-другому как? Ну, вот смотрите, что должно произойти, что должно произойти, на ваш взгляд, скажем так, позвольте я сформулирую свою мысль. Значит, существующая система власти измениться, в принципе, не может. По одной простой причине. Я вам сейчас объясню. Это очень-очень-очень большое заблуждение, что Путин что-то поймет. По одной простой причине. Значит, существует проверенная временем, так называемая, отрицательная селекция. Она очень хорошо описана Петеримовом Сорокином. Механизм отрицательной селекции. Если, скажем так, описывать очень просто, то при определенных условиях до власти дрываются, и во власть попадают дегенераты. Это в медицинском смысле слова. Это либо с поведенческими, либо с физическими, либо с поведенческими отклонениями. Я вас уверяю, это неправильно. Туда попадают очень умные, влиятельные, очень умные, образованные, умные, образованные, довольно организованные люди, но... У них цельополагание другое. Нет, они попадают в условия бесконтрольности. Они попадают в условия вседозволенности. А это называется... И вот эти замечательные, прекрасные ребята, которые получали лучшие оценки в своих студенческих работах... А оценки здесь ни при чем. Которые замечательно руководили коллективом, обаятельно. Они становятся тиранами. Оценки здесь ни при чем. Я вас уверяю. Мы говорим о моральных дегенераторах. Нет. Моральная нравственность воспитывается, прививается. Смотрите, смотрите. Значит, хорошо... Защищаю власть. Куда сначала попадают нормальные люди, а потом становятся дегенераты. Они не могут туда, нормальные люди попасть не могут, в принципе, на определенном моменте, потому что... Это сейчас. Сейчас, а мы и говорим о текущем моменте, Карел Владимирович. Скажите, они приходили к власти вполне адекватными. Кто? Те, кто... Только Путин пришел к власти после Петербурга, он был адекватным? Достаточно адекватен, да. Ну, тогда у нас с вами разные точки зрения. У него первые, первые его реформы, очень даже позитивный характер носили. У него самые первые, самые важные реформы. Это ограничение срок пребывания власти. Помните. Это проведение судебной реформы для того, чтобы усилить роль общества и гражданских институтов. У него была первая реформа провести нормальную политическую, партийную реформу. Они, идеи были абсолютно правильные. Другое дело, что потом от них отказались. Воплощение идеи какое было. Потом, потом они начали меняться, эти ребята. Так мы же говорим о текущем моменте. Текущие, да. Текущие все каналы перехода к власти. Но ведь самое страшное... Чужим людям перекрыто, согласен. Поэтому еще, но страшнее другое, что на втором уровне власти точно такие же дегенераты. Выбирать-то не из кого. И система в такой ситуации не способна принять решение, чтобы выжить. Вы говорите правильно, но это относится только к иерархическому, бюрократическому, милкатурному системе. А у нас какая? Начальник придурок. А у нас какая? По морали и нравственности, не важно почему. Значит, он подбирает еще хуже, ниже. Да, у нас какая? Ей подбирает еще хуже. Идет деградация госаппарата. Да? С вами тут согласен. Абсолютно. Она не способна реформироваться, в принципе. Она не способна не реформироваться. Более того, она не способна управлять любыми процессами. Она не способна принять решение для своего выживания. Конечно. Рано или поздно она сама себя похоронится. Как это казе, понятно. Это произошло с Советским Союзом, это произошло с Царским режимом. Вспомните, там, Распутинах и прочих. Это такое небольшое философское обоснование того, что... Да, да, абсолютная, абсолютная власть сама себя изнутри изживает. Давайте мы возьмем телефонный звонок. Вадим, добрый день. Я хотел бы задать вопрос Геннадию Владимировичу. Да, пожалуйста. Геннадий Владимирович, я бывший помощник председателя депутатской комиссии Верховного Совета России по расследованию, поэтому немножечко знаю систему. Скажите, пожалуйста, может ли, на ваш взгляд, хоть каким-то образом выиграть оппозицию, если первое, если не все, то подавляющее большинство редакции СМИ, контролируется ФСБ, если полиция, прокуратура контролируются ФСБ, если правительственные аппараты контролируются ФСБ, если в аппаратах, так сказать, скажем так, оппозиционных деятелей, если не у всех, то у большинства наверняка есть ФСБ-шные стукачи. То есть, иными словами, они просчитывают на два-три хода вперед и, так сказать, шаги любого деятеля. Не, ну, правильный вопрос. Спасибо. Вы на него сами ответили. Вот я вам отвечаю, как честный человек. Если жестко, четко и безукоризненно работает вот все то, что вы перечислили, никаких шансов нет. Но мы только что сказали с нашим уважаемым ведущим, что при определенных системах авторитарных и диктаторских режим начинает поедать себя изнутри. Идет деградация кадров. Идет деградация кадров в аппарате, в аппаратах, в правительстве, в администрациях, в силовых органах, в судах и так далее. И вот этот процесс деградации, гниения власти изнутри, он сопровождается потрясениями этой власти, она начинает резко слабеть. И ее вот эти институты, которые вы перечислили, они начинают давать серьезнейший сбой. Более того, обратите внимание, сейчас уже начался процесс брожения в элитах, и уже пошли трещины и некоторые расколы в элитах. Вот это важно для понимания. А когда пирожок станет еще меньше, этот процесс только ускорится. Я все время, знаете, привожу пример другой. Вот есть гранитная плита огромная, камень. Подходишь, бьешь по нему кувалду. Нига стоит, монолитище, глыбище стоит. А на сотый удар рассыпается. Почему? А внутренние трещины пошли. Структура начинает рассыпаться. Начинает внутри, так сказать, все эти напряжения появляться. И после какого-то удара это все рассыпается в прах. И вот примерно тоже наша власть, она сама себя гнобит, по большому счету, и сокращает уровень поддержки себе, плодит количество своих оппонентов и даже врагов, а закон перехода количества в качество никто не отменял. И плюс внутренние противоречия, которые неразрешимы. Ну вот я вам только что с чего начали? Сырьевой предаток. Вот там надуваем щеки, кричим, что мы там такие всякие. Сырьевой предаток, все. Это диагноз, который подтверждается статистикой государственной, той же самой власти, статистикой. Да нет, ну есть еще такая более страшная статистика, что на самом деле мы даже не сырьевая колония, потому что Академия наук... Академия Алексашенко сейчас статью, да? Он пишет по данным о миграции, что нас уже осталось, вот тех, кто граждане России, 135 миллионов. Ну, по данным ЗАГСов, нас меньше 100 миллионов. Не знаю про ЗАГСы, но вот даже если нас уже 135, это уже опять ложь, которая льется с телеэкрана, что нас очень много, там какая-то рождаемость. Никакой рождаемости, никакой прибытки. Да, мигрантов стало больше. Да, может быть, нас и 140, но вместе с мигрантами. И убыль населения со 147 миллионов, всего мы начинали, 147 миллионов 200 тысяч граждан России на момент 1991 года, это катастрофическое падение. Порядка 20 миллионов было потеряно. Плюс вынос мозгов, извините, когда там несколько миллионов, по оценкам экспертов, навсегда уехали за рубеж, уехали люди с мозгами, с хорошим образованием, с обучаемыми, с хорошими... На которых было затрачено, на самом деле, огромные деньги на обучение, на образование. Но самое страшное не в этом, ведь самое страшное в следующем, что на 1 доллар сырья мы производим все меньше 2 долларов добавленной стоимости. В Европе, например, показатели в районе десятки, в Штатах это 13. В сырьевых экономиках, таких как Австралия или Канада, это в районе 7-8. Ну, я не думаю, что Канаду и Австралию можно называть сырьевыми. Ну, формально они называются сырьевыми экономиками. У них доля сырья, экспорта сырья тоже достаточно, но они производят добавленную стоимость большую, мы же этого не производим. У нас есть телефонный звонок. Роман, добрый день. Добрый день, Роман, Москва. Ну, если мне память не изменяет, один из первых указов Владимира Владимировича был в унипрезидентской неприкосновенности Ельцинской банды. Ну, он часть этой семьи. Да, вот. Но это не так страшно, потому что институт гарантии надо все равно создавать, там, с Ельцинской банды начинать или с какой-то другой. Да, 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 мы видим, как это не страшно. Вот, и второй, значит, момент, создается либо сознательная подтасовка, либо непонимание ситуации. Основное непонимание состоит в том, что все вот эти вопросы, которые задаются якобы российскому правительству, они снимаются, если допустить, что это не российское правительство, а администрация внешнего управления. Так оно и есть. Вот и все. Ребят, какие вопросы? Вот у меня, по-моему, огромная просьба, вот нет никакого внешнего управления. Она находится под оккупацией. Ни одно внешнее управление не позволило бы так воровать, не делясь, не делясь. Ну, ерунда все. Ну, я вам сейчас пример приведу. Это, к сожалению, наше тяжкое наследие еще там испокон веков, когда... Геннадий Ильич, мы должны прорываться на новостокеры. Снова программа «Парадокс». В эфире ведусь Степана Демурова. У нас в гостях Геннадий Владимирович Гудков, независимый политик. Рассуждаем мы об экономике России, политической ситуации в стране. И что нужно сделать, чтобы всем стало жить весело и хорошо. Ну, Геннадий Ильич, ну, на самом деле, вопрос-то, в общем-то, поднял телезритель. Вроде достаточно объективный. Если посмотреть со стороны, смотрите. Маргарет Тэтчер все время сказала, что в России должно жить 15 миллионов человек, которые будут обслуживать инфраструктуру по добыче нефти и газа. Смотрим, что произошло за последние 13 лет. Ну, помимо того, что изначально все раздербанили, передали в руки соответствующих младореформаторов и младобизнесменов. Что произошло за 13 лет? Потеря населения. Наука уничтожена. Образование добивается. Здравоохранение добивается. Если посмотреть на, скажем, те же лекарственные препараты, то, насколько мне известно, у нас в среднем содержится 25% активного вещества в препаратах. Этим занимаются госпожа Голикова с своим братом. Они контролируют импорт. Наука убито, образование убито, здравоохранение убито, армия, это уже потешный Павел Китаревич Путин называется. Все. Чего можно еще Западу желать более? Естественно, у людей возникает вопрос. А слушайте, а вот все эти жирные годы, когда были такие высокие цены на нефть, и господа депутаты, и господа политики, и управленцы, вы вообще чем занимались? Естественно, возникает вопрос, да, как и планировалось, нужно провести депопуляцию страны, чтобы осталось именно столько народу, чтобы они могли обслуживать инфраструктуру по добыче полезных скопаемых, все остальные в гробике. Как вам такая? Очень упрощенный взгляд на весь. Упрощенный? Очень упрощенный. Потому что, например, тот же Запад, тот же НАТО, те же Соединенные Штаты Америки, в общем-то, вопрос России сейчас как таковой не волнует. Россия выпала из числа стран, которые доминируют в мире по многим вопросам. Это объективно. Ее больше волнует сейчас, допустим, тот же Китай, усиление Китая и так далее. И в этом отношении Россия для нее представляется большим союзником, нежели оппонентом, нежели врагом. Совершенно точно не врагом. Вот потому что есть более серьезные проблемы, которые надо решать, в том числе с учетом геополитических факторов. То же самое можно сказать о Европе. Поэтому представление о том, что где-то сидят злобные, жадные, абсолютно беспринципные капиталисты в цилиндрах и решают, как расчленить нашу страну, это картинка, которую как раз режим навязывает нашим гражданам для того, чтобы все сплачивались вокруг этого гниющего режима. Нет хуже врага, чем враг внутренний. Не НАТО развалило СССР, а развалило его прогнившая элита КПСС. Не враг внешний отнял у нас территории, а развал, который допустила правящая элита в 1991 году, 5 миллионов квадратных километров и практически почти половина населения. Кто же мог такое? Гитлер не мог нанести такого ущерба, как нанесли наши собственные внутренние, так сказать, правители. Молодые информаторы. Какая разница, младая, не младая. Младые информаторы появились, потому что была обрушена преемственность системы власти, деградация вот та же власти, аппарата произошла, когда была единоличная власть, вот эта выживавшая из ума политбюроцкая КПСС. Опять-таки наличная власть несменяемая. То же самое сейчас мы наблюдаем. Поэтому хуже врага, чем внутренний враг не существует. Там никто не может нанести такой ущерб, кроме как мы сами себе. Но я говорю, мы имеем в виду в первую очередь власть, которая заботится только о том, чтобы самой себе хорошо жить и чтобы ее никто не сверху. Вот у нас чем власть сейчас занимается? Она занимается воровством и тем, чтобы никто не отнял то, что они воруют. И никто их не отстранил от этого дела. Вот и все. Две задачи они решают. Все остальное является вторичным и второстепенным. Поэтому не вовне наши враги основные. На зарубежном есть разные силы. Есть силы, которые отморозки хотят там расследить, ничего угодно. Есть наоборот наши союзники, которые хотят укрепления страны, как естественно противовес развивающимся Китаю, Японии и так далее. Есть люди, которые понимают, скажем, более нейтрально и спокойно эту ситуацию. Кстати, они доминируют, в отличие от вот этих ястребов. И поэтому, если мы так воспринимаем картину полярно, там черное и белое, то мы опять скатываемся на блоковое мышление, которое очень выгодно действующей власти. Очень выгодно. Посмотрите, у нас все агенты Госдепа, Таргамадзе у нас главный, так сказать, смутьяный бунтовщик. Именно он свергает власть на 45 тысяч долларов, аж целое. Вот, ну и так далее. То есть вот этот жупел внешней угрозы, НАТО там окружает нас со всех сторон, хотя там по глупому иногда он себя ведет, но тем не менее. Потому что она точно не нас окружает. И, естественно, народ, который вообще, многие наши люди уже две книжки-то в жизни считают большим достижением прочитать, уж точно не читают. Газетка стала элитарной. Тираж там 100 тысяч на всю страну. Смешно. С рубежом считается, допустим, небольшой тираж, там 2-3 миллиона. А у нас 100 тысяч уже большой тираж. Вот поэтому вот эта вот деградация одновременно информационная и умственная деградация населения позволяет ему развешивать эту лапшу на уши, пугая его внешними угрозами. Ведь у нас 85, по-моему, процентов или 87 процентов никогда не покидали страну. Они вообще не знают, что там. Им скажи, что в Испании там страшно жить. Они поверят. Им скажи, что там в Германии кризис. Они поверят. Им скажи, что Америка гниет и завтра рухнет. Она там должна 16-14 триллионов. Они поверят. Они не понимают этих процессов. Они не могут выйти за пределы своего круга. И это использует власть. У нас же власть разделяя властву или пугая внешним врагом. Геннадьевич, а тогда получается порочный круг. Кстати говоря, знаете, что наша власть боится? Всего двух вещей. Массовое выступление людей. Я как раз хотел вас спросить. И закону Магнитского. Все, вот две вещи. Да, да, да. Согласен, абсолютно. Как нас туда, к нашим капиталам вдруг не пустят? Ну и события на Кипре, которые сейчас пойдут дальше по цепочке. Ну Кипр это мелочь. Сейчас до них доберутся тоже. А вопрос, вот вы описали практически порочный круг. Да. Как вы видите себе разрыв этого порочного круга? Я вижу, если мы не перейдем к диалогу. Ну нет диалога, забудем. Я же говорю, если мы не перейдем к диалогу. Надо наращивать массовое мирное давление на власть и понудить ее к этому диалогу. В противном случае будет все взрывообразно решаться. Это очень не хотелось бы. А что подтолкнет людей выйти на улицы? На ваш взгляд. Ну, в том числе и наши с вами беседы, каких должны быть сотни. В том числе и объективные экономические и социальные трудности. В том числе и бездарные действия и ошибки власти. Когда я сказал, что власть каждый день производит своих даже врагов. Это кого-то неправильно посадили, кого-то что-то не отняли, кого-то там избили, кого-то просто унизили, кого-то уволили. Он не может добиться ни правды, ни справедливости, ни суда, ничего. И он начинает понимать, что те же люди, которые выходят защищать, допустим, свой двор, им по барабану, что происходит, допустим, сначала в соседнем. Но когда они выходят защищать свой двор, они сталкиваются с системой, они начинают понимать, что дело-то не во дворе, а дело вот в этом механизме власти, где захватили люди, чиновники, по большому счету, номенкатура захватила власть, используют их в своих интересах, что все повязано, прокуратура, суд, правоохрана и так далее. Они начинают осознавать, что уровень-то борьбы другой, они приходят на то же болотное сахарное. И таких людей будет больше, потому что деградация власти при этой системе управления, при этой системе координат неизбежна. То есть вы практически стоите на той же самой платформе, что и, а именно, нефть по 30 спасет Россию. Вы знаете, лучше до этого не доводить, до этого спасения. А другого нет? Нет, конечно, человека, который ампутирует обе ноги и спасает жизнь, да, это воспасение, операция воспасения. Но это же какие лишения? А другой-то путь его нет? Ну вот в Грузии удалось, да, когда люди вышли, сказали, ребята, ведите-ка отсюда. И никого вроде не тронули, не расстреляли, не посадили. Кстати, вот у нас, извините, спереду. Мы там на Украине тоже, да, на полпути задержались между парламентами и президентами. Буквально чуть больше двух минут, вот вы считаете, что власть пойдет на какие-нибудь откровенно кровавые глупости? Думаю, нет. Надеюсь, что нет, потому что у номенклатура все за рубежом. Они во все списки попадут, их просто перестанут пускать, ни семьи, ни дети туда не поедут. Для них эта трагедия гораздо больше, чем все остальное. Я думаю, что это удерживает наш режим от более жестких действий. Именно поэтому сейчас репрессии носят такой относительно точечный характер. Это не массовая репрессия. Там 30, 100, 100, там тысячи. Это так, запугивание. Это идет механизм психологического давления запугивания, да. Власть боится пойти на массовые репрессии, понимает, что будет еще реакция международного сообщества очень жесткая. Она и сейчас жесткая. И поэтому обратите внимание, все-таки во власти есть сдерживающий элемент, люди, но я вот хочу, чтобы они все-таки большую роль играли, которые говорят, что первый, кто нажмет курок, проиграл. Все-таки удается как-то обойтись без каких-либо кровопролитий. Слава Богу, да? Пока. Пока. Но это очень шатко, хрупкое равновесие. Дай Бог, чтобы она удержалась. Мы-то пытаемся этот диалог предложить. Она говорит, а вы кто такие ребята? А с кем? А что за вами стоит? Она говорит, а вы кто такие? Нет, а если серьезно, а что за вами стоит? Пока ничего. Нет, ничего подобного. За нами стоят 100 тысяч пришедших на площадь актива. С детьми? Актива. С детьми? Ни одна политическая партия, которая сидит в парламенте, которая встречается с президентом, которая что-то предлагает. Она не станет 3 тысяч вывезти. Они с детьми приходили на прогулку. Секундочку, секундочку, ничего подобного. Вы не были 6 мая этого года на площади. Ну сколько там пришло? Ну 25 тысяч. Ну 20 тысяч там было. 35 тысяч пришло в рабочий день между праздниками. Пришли, зная, что не будет ни звука, ни сцены в связи с этой трагедией. Пришли и стояли. Это актив. У нас 30 секунд осталось. И вот я хочу сказать, власть должна понять, что лучше договариваться, чем что-то другое. Здесь я с вами абсолютно согласен, но я, к сожалению, пришел к выводу, что договариваться она не будет просто не в состоянии. И не с кем пока. Ну что ж, у нас в гостях был Геннадий Владимирович Гудков, независимый политик. Программил Степан Димура. Удачи вам всем.